Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. И самая главная новость, я думаю, для вас, как и для туристов, и для тех, кто сюда просто планирует приехать, для людей здесь проживающих, что здесь очень активно сейчас обсуждается в обществе, это обязательная вакцинация. 6 сентября для тех, кто планирует передвигаться на общественном транспорте, не на частном автомобиле, на общественном транспорте, автобус, поезд, самолет между городами-провинциями в Турции, обязательно при себе нужно иметь информацию, штрих-код, в общем, быть вакцинированным. Либо у вас есть, скажем так, информация, баркод о том, что вы привились, либо переболели, у вас есть а-ля медотвод, эта информация тоже по антитилан, либо у вас должен быть ПЦР-тест. 6 сентября не только передвижение между городов, поселений затруднено, также посещение общественных мест, таких как музеи, концертные залы, какие-либо огромные мероприятия, такие на государственном уровне, когда их организовывают. Туда тоже нужно приходить, туда впускают, ты купил билет, но у тебя должна быть информация о прививке, что ты ее сделал, ПЦР-тест свежий за два дня вроде бы, точно по датам по ПЦР-тесту вроде бы даже два дня, не три дня, его свежесть должна быть. Так вот, что касаемо туристов, я думаю, что о туристов прям пояснения такого не было, эта информация распространяется на жителей местных Турции, либо у кого ВНЖ есть, и поэтому я думаю, что к туристам либо спроса будет меньше, либо ПЦР-тест попросят. В общем, 6-го числа факт нам здесь без прививки на общественном транспорте между городами, автобус, поезд и самолет, пользоваться нельзя. Касаемо школы, учебы и всего прочего, детей у нас здесь не прививают, но правила обязательные сейчас, что такого интересненького, о чем все спекулируют, сплетничают, разговаривают. Вот, учителям в частных школах и в государственных, я вам говорила, что частные садики и школы – это другое ведомство, они не государственные, это ОЗЭЛЬ, и там немножко правила всегда пододвигают, так как родители платят, заказывают музыку, там, скажем, там некоторые правила размещения детей, в общем, из-за того, что ты плачешь деньги, ты что-то можешь больше спрашивать, да, с них держать. Но по поводу ковида, к частным школам и государственным одинаковые требования к учителям, к педагогам, они обязательно должны быть вакцинированы, либо два теста в неделю они должны сдавать, за свой счет, естественно, все это. Так что были такие условия выдвинуты, что учителя просто либо прививаются, не у всех есть деньги тесты делать в неделю по два раза, это накладно выходит, зарплаты учителя даже, хотя учителя здесь неплохо получают, особенно в частных школах. И начали освобождаться вакантные места, учителя либо уволняются, кто не хочет себе прививать, прививку ставить, ну, либо прививаются и остаются работать. И в связи с этим очень много вакантных мест учителей в школах освободилось, как в частных, так и в государственных. И если вы, например, живете здесь в Турции, вы педагог, вы планировали работать, может быть, вы еще не до конца там легализовали, подтвердили свой диплом, сейчас самое время попробовать подать документы в плане на работу, можно начать работать и в процессе подтверждения своих документов находиться, особенно в частных школах, это вам в совете, кто здесь живет, или кто планировал переезжать про работу, думать. В то время очень много объявлений в интернете, очень много разговоров о том, что свободные, то есть буча здесь в обществе, среди, естественно, родителей о том, что, да, такие условия мы понимаем, но кто будет, блин, наших детей учить, если учителя, например, не хотят прививаться, они уходят с работы, да, то есть у нас либо качество образования, да, страдает, так оно последние два года страдало, когда на удаленке не пойми, кто как учился, кто за кого какие уроки делал, их дети какую информацию получали, знания, объем, и в итоге либо ты прививаешься, либо уходишь с работы, в общем, родители очень зазобоченные, это все обсуждается, ну, вот такая, к этому мы, собственно, приходим. В чем плюс? В том, что на данный момент нет разговоров о посещениях в торговых центрах, что было раньше нам, скажем так, чем мы были напуганы. Они, я и говорила, зондировали почву, посмотрели реакцию людей, и когда в Твиттере идет какое-то обсуждение, это все, естественно, читается, комментарии изучаются, зондировали почву, и люди возмущались, и, в принципе, так обсуждалось, что это нарушение прав и все такое. Так вот, вот это о посещении торговых центров, таких вот магазинов, крупных тоже скоплений, спортивных центров, там типа а-ля салонов красоты, столько с прививкой, вот этого сейчас уже нет. Только история про передвижение между городами, посещение музеев и концертов, то есть развлекательно-увеселительных мероприятий. На этом пока что, пока виду у нас как бы обновлений нет. Но, в принципе, сейчас в Турции, по данным статистики по стране, больше половины Турции в синей зоне, по прививкам, это уже больше 75%. Стамбул тоже туда присоединился. Сейчас официальных данных 75% и выше людей в Стамбуле привиты. Далее из новостей. На втором месте, конечно же, новости Афганистана у нас. Официально Турция буквально два дня назад закрыла свои границы для афганских беженцев. Тема острая очень. Но официальная информация о том, что это заявлял президент, это обсуждалось в интернете, посчитать количество прям этих беженцев никто не может. И там 120, а 180 тысяч, они нелегальны. То есть как бы во всей стране находится 300 тысяч беженцев. Пока что по Стамбулу мы этого еще не чувствуем. На улицах, скажем так, а-ля не видим. Они еще сюда, скажем, прям таким потоком, чтобы прям такой средства общества видно было, этого нет сейчас еще. Но я думаю, скоро-скоро вот-вот это все начнется. Люди, да, настороженно, очень негативно к этому относятся. Вот эта обстановка в стране местных жителей, она из состояния жалости, сопереживания, сочувствия и напряженности, ожидания перерастает больше в такое русло агрессивное, негативное. Люди больше высказываться стали негативно к этому. И это понятно. И Турция не обязана всем помогать, потому что опыт Сирии был не очень приятным, скажем так, тяжелым. И вот эти ожестосты стало, знаете, больше, конечно, жесточенности вот этой межнациональной розни, как какой-то конфликт сразу. А это арабы, а это сирийцы были, нет, кто в этом конфликте был задействован или конфликт был между турками. В общем, атмосфера так себе в этом плане. Не на ножах еще, не совсем, но недовольны люди. Буквально в середине августа в Анкаре был конфликт, были погромы. И это тоже было на национальной почве. Один сириец в драке, насколько я помню точно, убил турка. Он погиб в драке, в потасовке, так сказать. Умышлено там, неумышлено, это все непонятно. Но, в общем-то, свершилось такое событие. И вот из-за того, что это был сирийцы-турок, в этом как бы заварушки участвовали, этот конфликт создали, были прям протест, скажем так, потасовка, погромлен был магазин сирийский, где сирийцы, которые держали, в протест того, что как будто этот вот разбой был, скажем так, совершен, что это сирийцы, что это иностранцы. И когда вы говорите, мне в комментариях писали, ой, я не знала, что сирийцы богат, бывает, да, у меня какой-то комментарий был в прошлом видео, в новостях меня высмеяли о том, что сирийцы типа бедные, они все беженцы. В моем районе богатые. Вот в Анкаре в середине августа был конфликт, у них погромили магазин, они здесь открыли очень много ресторанов, магазины, я же говорю, переезжали те, у кого есть деньги, они здесь осели, они купили, либо снимают квартиры, открывают рестораны, свой бизнес. У них вот по Стамбулу очень много такси, своих сервисов, вип-такси, когда ты звонишь по номеру, и тебе приезжают там с переводчиком, водитель, говорящий на турецком, на арабском языке, там решает какие-то проблемы, и вот этого сервиса. У меня уже в подъезде объявления на турецком и арабском, не на английском, а на арабском языке, вот чтобы вы понимали того, что сирийцы, например, бедные, ничего у них нет, да нифига подобного, здесь осели люди такие при деньгах, в этой местности, где я живу, да, в Анкаре в том числе, и вот погромы были, магазин, это бизнес их, они же и не из головы место это открыли, да, это не только люди, которые там с матрасом за спиной, пешком к границу переходили, вот я к чему. И давайте уж немножко, знаете, хочу отметить, что в турецких новостях в телевизоре очень часто разбавляется комическими какими-то новостями, ситуациями, где можно посмеяться, я вам тоже хочу такую новость рассказать, которая была парочку недель назад, ситуацию турок, комических очень много бывает, это часто в новостях показывают, история такая, что в центре там Стамбула, в обычном районе, так как лето очень жарко, эти дни были очень жаркие, семья спала, где ребенок там что-то вроде просыпался, то ли в садик, то ли что там, или что-то собаке попить дать, в общем, это было в районе 7-8 утра, все спали с открытыми окнами, потому что жарко, это квартира на первом этаже, соответственно, очень близко, первый этаж, там балкон, еще знаете такие дома эти старые, ну не прям супер старые, там лет по 30-40-50 домам, которые очень низкие, там балкон, вот просто ты стоишь и людей рядом видишь, кто внизу по дорожке, да, идет, то есть невысокие, в общем, к ним залез вор, и девочка, ребенок лет где-то 5-6-7, она утром проснулась и увидела, что кто-то там в зале ходит, или что-то такое, он через балкон залез вор, грабитель, там в темной одежде, все как полагается, и она закричала, папа, папа подскочил, папа в чем был, в трусах как спал, в майке, и все, мы босиком, он за этим вором, а у них стояла копилка, как я поняла, в коридоре, это 5-литровая бутылка пластиковая из-под воды, там с дырочкой, для того, чтобы деньги складывать, они складывали железную мелочь, а-ля там может лиры, железную лиру, копилка 5-литровая, она была полная, вы представляете, сколько это, тяжело, и в панике, вор схватил эту копилку, шмыгнул в окно, в балкон, как он залезал, папа в панике, и вот в этом адреналине выбросил, за ним побежал, в окно вылез, бежал он за ним очень долго, порядка 1-2 километров от дома, под этим улочком, еще вокруг никого нет, там кто-то только идет на работу, 7 утра, 8 час утра, и он не увидел мужчину, но вор этот, выкинул эту бутылку с деньгами, в багажник соседской машины, какой-то припаркованный, типа, а-ля там потом за этим вернуться, мужчина этого не видел, владелец сначала, в общем, он не получилось ему его догнать, бежал, бежал около двух километров, между домами за ним, в итоге запыхался, понял, что не догонит, начал возвращаться, надо возвращаться домой, а он понимает в этот момент, когда сошел адреналин, что он стоит в майке, и в трусах домашних, блин, ну как бы, а и позор на улицу, тут как бы в Турции так выбежать, это, вот, и в общем, он начинает ловить машину, останавливать какую-нибудь, чтобы, и останавливает машину, там три мужика сидят, и он им говорит, типа, я, говорит, сейчас меня грабить хотели дома, я за вором бежал, вот два километра от дома, довезите мужики, я как бы, мне стыдно, я тут в трусах, в майке, я вот тут там, за соседним домом, там-там-там живу, а они такие, ну ладно, конечно, садись, они его довезли домой, и, собственно, высадили, ну и все, распрощаете, до свидания, до свидания, и когда началась вот эта история, мы начали смотреть камеры, что происходило, кто, что поймать, поймать, может воров этих, да, полиция подключилась, и на камерах, вот просто это фиаско, я такого еще истории не слышала, нашли на камерах, видно, про вот эту кинутую копилку, бутылку с деньгами, ее нашли, она им вернулась, то есть по сути, они ничего не потеряли финансово, не только испуг и стресс, и просто вишенка на торте, засветились номера машины, которая была с грабителями, получилось так, один ждал там за переулком на углу в машине, один стоял на стрёме у квартиры, и один залез в квартиру, и они потом по сути вдвоем от него, два мужика убегали, и он их не догнал, и номера машины, которая отъезжала, видно, прыгнули они в машину, эти как их, воры, и мужчины, которые довезли его потом обратно к дому, это были его грабители, они уехали, потом развернулись возвращаться, там одна дорога была, и они же, его воры, которые пытались сейчас обокрасть, привезли его домой, к его подъезду, и тоже засветили номера, их, конечно, поймали, представляете, это вообще как возможно, как они добрые воры, или что это вообще такое, и он рассказывает в интервью, в новостях, типа, я и сел в машину, и думаю, что три мужика, такие какие-то потные, жаркие, то есть, они как-то бежали куда-то, думаю, вот мужики, там работяги, на работу поехали, с утра, там в 7 утра, сидят парни в машине, на работу, и вот, меня вот такие добрые подвезли, его воры, его подвезли домой, еще прикольно, там, когда у него брали это интервью, там внизу стоит дочка, и они показывали, такой голос ребенка, это была моя копилка на велосипед, типа, украли, вот такая история, но, очень забавно, этот ролик из новостей, пересылали, у меня, по крайней мере, знакомые, присылали, мне муж показал, смотри, что в новостях было, в общем, довольно-таки забавная история, я такого еще не слышала, чтобы воры еще, они знали, что это он, в чем прикол, да, они знали, Андрис, куда они его привезли, такие новости Турции на сегодня, спасибо вам за внимание, оставляйте комментарии, всем небольшое объявление, хочу всем напомнить, что 2 сентября стартует наш марафон здоровых отношений, это будет 4 прямых эфира в инстаграме, поддержка в ватсап-чате, всех участников, отвечаю на ваши вопросы, и после эфиров, я отвечаю на ваши вопросы, даю вам задания, что на этом марафоне мы будем, какую тему открывать, да, о чем общаться, о здоровых отношениях, какая форма отношений сейчас в обществе, в нашем социуме между мужчиной и женщиной рабочая, почему это не патриархат, не матриархат, что такое партнерские здоровые равные отношения, их условия, да, как не попасть в абьюзивные отношения, как не попасть в токсичные отношения, вообще что это такое, когда понять, что вот это окей, нормальный партнер, нормальные отношения, мне в этом хорошо, а когда понять, что нет, надо дергать, не надо, надо бежать отсюда, эти отношения нужно заканчивать, что продолжать их, это, например, уже невроз, это ненормально. Вот этих рамках, нормах мы с вами поговорим. Кому подходит этот марафон? Тем, кто только хочет вступить в отношения в здоровые, нормальные, с условиями, чтобы быть счастливым в этих отношениях. Этот марафон подходит также тем, кто уже в отношениях, находится, например, в браке, может быть, какой-то десяток лет продолжительный промежуток времени в браке, но понять, а что не так? Понять, а чего я хочу? И, возможно, с этой информацией попытаться изменить свои уже отношения, которые существуют, которые есть. Может быть, что-то и получится из этого, потому что всегда, когда мы меняемся, наши партнеры, наши родственники, наши дети, братья, сестры, родители и наш муж и супруг, они все равно под нас подстраиваются и тоже меняют свою тактику поведения с нами. Так что шанс изменить что-то, если у тебя уже все плохо, тоже есть. Это будет 4 прямых эфира. Марфон будет длиться месяц, и после окончания марафона еще в течение двух месяцев вся информация будет открыта в Instagram. К этим эфирам можно возвращаться, пересматривать и выполнять эти задания. Стоимость марафона 2000 рублей. Если у вас есть вопросы, желание поучаствовать, вы можете написать мне письмо на почту. Я вам вышлю инструкцию по поводу оплаты, какая информация от вас, данные нужно будет, когда мы начинаем. Письмо можно отправить на почту, которая указана сейчас в инфобоксе под этим видео. И тема письма. Хочу марафон. Спасибо вам за внимание. Всем пока.